Приветствую вас, и, конечно, чисто внешне вы говорите все вроде бы правильно, то есть, ну, за продолжительное время накопилось много проблем, вопросов, сомнений, вот, вы говорите, что уже комплексы, комплексы немножко по-другому развиваются, ну ладно, вот. И, понимаете, какая штука, вы ведь не описываете ничего сверхудивительного в этом, то есть, вы не описываете чего-то такого необычного, да, то есть, это, в принципе, свойственно оказывать нас в течение своей жизни, накапливать некоторые проблемы, которые потом или разрешать, или они, как бы, остаются и идут с человеком пожитным. И иногда эти самые проблемы, которые накапливаются, и у человека нет возможности их как-то, ну, разрешить для себя, да, они являются мотиватором для того, чтобы человек развивался, чтобы человек рос, и чтобы человек что-то делал. То есть, как бы, такое происходит. Уравнение, да, уравновешивание происходит. Вот. А я думаю, что если бы не было проблем, да, то, в общем-то, и стимула бы развиваться тоже не было, поэтому... Может быть, я надумываю, но здесь я усматриваю в некое ваше отрицание проблематики, а точнее усталость. Усталость от проблем. И вот усталость от проблем, это уже необычно, это уже чисто ваше состояние, как мне кажется. Усталость от проблем, это то, что вы чувствуете. Условно, это ощущение, что я не справляюсь. Условно, это ощущение, что я больше и больше не могу. Условно, это ощущение, что у меня нет больше сил, условно, это ощущение, что я устал бороться, и так далее, и так далее. И вот если проблемы есть у каждого, и сомнения есть у каждого, и вы удивитесь, но и комплексы есть у каждого, в том числе и у психотерапевтов, и психологов тоже есть, то вот это вот чувство борьбы, чувство того, что я борюсь и чувство того, что я устаю от этой борьбы, и вот это далеко не у каждого. Вот у вас это и есть. И вы знаете, вот, как бы, читая ваш текст, у меня возник такой очень яркий образ, это человек, который прошел горячую точку, который воевал, и который вернулся обратно, вроде бы он целый, но он потерял часть себя. Вот вы, например, не человек, который потерял часть себя. То есть, знаете, дело ведь не в проблемах, которые у вас, они есть у каждого, и нет сомнений, и не в комплексах. Дело в том, что, может быть, с каждой проблемой, в отличие от другого человека, вы теряли себя, вы забывали себя. Ради цели, ради идей, может быть, из-за страха, но вы теряли себя. И все временем, здесь теряя себя, вы стали жить просто, ну, не в своей линии, вы стали жить через силу. И это создает у вас ощущение усталости, это создает у вас ощущение, ну, какого-то кризиса, это создает у вас ощущение, что, как бы, в жизни дискомфорт, неуют и так далее. И вот этот запрос, запрос на комфортную, мягкую форму, из которой вы хотите вытащить все неразрешенное, это запрос на тепло, на некую целостность, комфортность, завершенность, которую вы, вероятно, когда-то чувствовали, когда были цельными. Я думаю, что это было когда-то в детстве. Мне кажется, что человек, кто, несмотря ни на что, довольно сильный. А вот, ага, сила без целостности невозможна. И вы помните это состояние, возможно, вы помните это состояние, которое, ну, вот, было, вы его помните, вы помните это состояние. Но оно, наверное, забыто. И вам, вот, мне кажется, этот запрос, это запрос на обретение целостности себя. Это хороший запрос. Хорошо, что вы сейчас поняли, что, ну, что вы пришли к некому такому переломному моменту. Хорошо, что вы это поняли. Мне кажется, что, если бы вы не пришли к этому моменту, если бы вы не поняли этого, то, мне кажется, что было гораздо хуже. Для вас, человека, который чувствует, что в какой-то момент все начало двигаться немножко не туда, это позитивный момент, хорошая новость. Возможно, я плохая, но, вот, заключается в том, что вы слишком интеллектуализировали все. То есть, вот, вот, отбрасывать, да, вот, отбрасывать, вот, вы, может быть, головой понимаете, что вы это можете отбросить. Но, как бы, вы понимаете головой, что отбрасывая, все равно это к вам приближается. Но, когда вы начнете реально приближаться, вы можете так же, ну, уйти в защиту, вы можете так же начать вытеснять. И, как бы, я бы сейчас, наверное, рекомендовал бы немножечко ограничить работу вашим интеллектом, ограничить оценки осуждения. Категоризацию, если можно так выразиться. То есть, придание всему, вот, определенных категорий, определений и так далее. Посмотреть, что будет. Посмотреть, что будет. Вот, просто начиная, там, грубо говоря, с утра и заканчивая, вот, вечером. Ну, начало вашего дня, не обязательно это утро. Вот. Попробуйте. В качестве эксперимента. А, что касается обратной связи и вообще опыта, который у вас появится в результате этого, можно будет с этим опытом поделиться со специалистом, и это, можно, может, стать началом для психотерапии вашей. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Можно было бы, наверное, еще много поговорить, но сказать, вот, по-настоящему, что я хочу сказать, это по поводу того, что вы забрекодировали. Поэтому, на самом деле, это очень хорошее слово, слово забрекодировался. Почему оно хорошее? Да, на самом деле, как мне кажется, оно, это слово хорошее, хорошее тем, что в нем кроется ключ к пониманию вас. Забрекодировался, значит, значит, оградился от чего-то. Забрекодировался, значит, защитился от чего-то. А если я от чего-то защищаюсь, вот, если я от чего-то защищаюсь, то мне что-то больно. И от этой боли я пытаюсь забрекодироваться. Ну, здесь в какой-то степени абсолютно очевидно, но очевидно, это очевидно, но я считаю, что просто. Это боль, это ваш потенциал для роста. Объективно. Но это то, чего вы всегда обещали. То, где вам непривычно, где вам неловко, где вам некомфортно, где вам странно. Вот, ну, совершенно, совершенно определенно, что вам странно в этом. И, как бы, вы не знаете, можете не знать, точнее, что с этим делать. Вот. Вот. А с этим нужно что-то делать, по вашему мнению, скорее всего. И вот тут, как раз, может быть, проблема. Проблема именно вот в том, что есть вот это вот такое требование к себе, условно говоря. Да. Требование к тебе, конечно, мешает и будет мешать. Это, ну, нормально. Вот. Но если этим требованием себе, ну, вот, потихонечку говорить нет, да, потихонечку говорить нет. Недропливо говорить нет, то у вас появляется шанс, у вас появляется шанс почувствовать себя. У вас появляется шанс ощутить себя. И это, мне кажется, мне кажется, это здорово. Мне так кажется. Мне кажется, это прекрасно. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. На данный момент, ну, на сегодняшний, на данный момент, именно на данный момент, то, что я хотел вам сказать. Не бойтесь боли, старайтесь, как раз таки, на неё идти, не нужно себя выставлять, да, не нужно себя насиловать. Вот. Но, как мне кажется, идти, именно идти. Именно идти. Именно идти. Более, это вот тот путь, который поможет вас раскрыть и, ну, в какой-то степени, в степени восстановить вас настоящего, каким вы были. Ну, каким вы себя забыли, возможно, вот когда, когда ради проблем, да, ради того, чтобы преодолеть проблемы, отказывались от себя снова и снова, пока вот одна из них не почувствовали себя пустым. И это не привело к такой вот, ну, скажем, скажем так, опустошённости. Да, вот давайте так скажем. Вот. То есть это, в принципе, то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. Ага. Ну, именно вот сейчас, именно вот на данный момент. Ну, дальше уже нужно всё-таки с вами подговаривать, нужно с вами общаться. Вашу позицию, вашу установку, нужно с вами работать, короче говоря. Вот. Чтобы иметь возможность вам помочь. Ну, к сожалению, вот то, что вы написали, это вот создает только такое самое общее представление о том, что с вами происходит. Вот. Вот этого мало. То есть этого. Это не мало, да, ну, яйно, там, условно говоря, недостаточно для того, чтобы, ну, чтобы вам помочь. И вот вы, наверное, этого не знали, но я вам, я вам, я вам скажу, вы этого не знали, но я вам скажу, что, ну, на сайте не очень приветствуется такая, такая концепция, да. Когда, когда, ну, борются эксперты друг с другом, условно говоря, то есть вот, когда вы говорите, ну, посылите ваше сообщение, это такое, такое приглашение, да. Приглашение нам, да, ну, точнее, побороться, побороться, побороться за то, что вы выбрали кого-то своим специалистом или участвует выбрать. Вот. Вот. Такого рода вещи именно на сайте неприемного. Вот. То есть запрещено заниматься саморекламой. Поэтому, если, если вам не очень хотелось посмотреть профиль экспертов и хотелось, что, ну, вот хотелось как-то сделать побыстрее, я, к сожалению, вам все же придется посмотреть профиль и вам все же придется поисследовать профиль и выбрать специалистов, которые, ну, вам придется подышать и с которым вы, ну, возможно, захотите поработать с которым вы, возможно, захотите поделиться тем, что вас, вот, ну, в той или иной степени беспокоит. Да. Вот. 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 Такой ответ я могу вам дать. Давайте, наверное, на этом закончим. И так получилось достаточно много, больше, чем я изначально хотел. Ну, надеюсь, это не было очень чем-то лишним, чем-то лишним для вас. Удачи вам, всего самого доброго, я надеюсь, что помог вам и был полит. Такое делоidad. Посмотрите. Продолжение следует...